Но перед началом видео я хотел бы посоветовать такой интересный канал под названием RGTV. На этом канале вы найдете очень много интересных роликов, а самое главное, что мега эпичных. Канал пока что в принципе маленький, пока мало подписчиков, но я думаю это из-за того, что нужна реклама на этому каналу. Но в принципе, что друзья, я и делаю, я вам рассказываю о хороших каналах, плохие мы не берем. Так что советую зайти, осмотреться, посмотреть, да, оценить ролики и подписаться в принципе на этот канал, потому что тут есть пиксельные игры, также есть хоррорные игры и такие, которые вы в принципе любите, я знаю, что вы любите. Так что подписывайся, ссылочка будет в описании, ставь лайк и продолжай смотреть. Итак, всем привет, друзья, с вами был Удлинас и мы по-прежнему проходим Корпс Пати Ребюльт. И остановились мы на том, что мы нашли какую-то подземку или что-то типа такого и мы попали в лабиринт. Не знаю, что у меня сейчас произойдет, сохранился я все-таки на этом месте. Как этот лабиринт проходить, тоже без понятия, но это, наверное, финал. И я хочу поблагодарить одного человека, который нарисовал мне рисунок. Ух ты, смотрите, тут это. Так вот, я хочу поблагодарить одного человека, единственный человек нарисовал на эту игру рисунок. Я, в принципе, удивляюсь, что на одну игру, допустим, куча людей рисует, а на пиксели как бы, да, маловато. Ну ладно, в принципе, я вставлю твой рисунок, если это финал, конечно, будет. А может, уже вставил. Шиназаки, у тебя все хорошо? Матида, ты еще не нашел тело этой девочки? Да, нам надо найти тело вот этой вот садчика. Нет, но я каким-то образом его чувствую, оно тут недалеко. Каким-то образом я его чувствую, странно. Большой братик. Походу, мы в самый конец пришли. Юка, что-то не так? Большой братик, голова, голова болит. О боже. Ай! Юка! Большой братик, больно, голова раскалывается. Прям как у Сакура Энджелс у этого чувака. Юка, да что с тобой? Уа-а! От звуков может? Больно, больно, больно. Большой братик, помоги мне. Юка, держись, я... Эй, я здесь, рядом. Вы жалкие мошки, знайте свое место, ступайте прочь. Я не знаю, туда ли я вообще зашел? Оттуда ты ли зашел, петушок, да? Кто, кто здесь? Садчика, кто же еще? Что вы собираетесь сделать с моим телом? Выкопать его и выставить на показ, как трофей? Как вы вообще посмели? Клянусь, ваша смерть, омытая кровью уже близка. Мы должны идти вперед, нам лучше вернуться. Я, честно говоря, видите, опять выбор. Но мне кажется, мы должны идти вперед. Мы уже почти у цели, мы не пойдем назад. Как забавно. Глупые обезьяны не понимают человеческих слов. А как насчет этого? Сейчас я покажу вам истинный... То есть, покажу вам свой фирменный рецепт. Последний писк моды. Че? Девичья шкурка в маринаде из ее собственных мозгов. Ой-ой-ой, Юку сейчас, походу. Уа! Юка! Я сейчас Ю... Ой, бля, я, походу, сейчас на плохую концовку выйду. Нет, нет! Спаси меня, большой брат! Я... Проклятий, Юка! У нее там что-то с головой, походу, я вижу. Сейчас башка лопнет, наверное. Я не позволю тебе убить их. О, это сачика белая, походу. Да. Охренеть. А с Юкой там кровь, я вижу. Что там происходит? Юка! Юка! О, Юки нормально? Большой братик. Юка, ты в порядке? Кажется, да. Что это было? Мне кажется, оно где-то рядом. Оно спасла нас. Она спасла Юку. Представляете, как ей больно, когда приходится так бороться. Ну, она как бы дух. А Юми... Ты... Это... Было... Твое второе я, да? Ты в порядке? Простите, ее силы слишком... Вы возросли. Я... Я больше не смогу помочь вам. Поэтому мне пришлось покинуть вас только что. Я отдаю свою силу вам. Любой ценой вы должны выжить. Вообще, совсем другое Корпс Пати, если честно. Это вообще не... Вообще не то, да, как бы? Там совсем все по-другому было, если я не ошибаюсь. Хотя я уже, честно говоря, и не помню, что там было, но... Вроде нет, нет. Ощущение присутствия постепенно тает. Внезапно вся группа ощущает поток силы, вливающийся в них. Интересно, и что же мы сделаем с этой силой? Мы чувствуем это. Спасибо тебе. И тут мы выходим на финал, наверное. Блин, одного человека я всего лишь потерял. Я мог бы потерять и других, но... Тупик. Интересно, какие там другие концовки будут мне. Даже интересно. Вау! Мы сейчас упадем куда-то. Куда-то в пропасть. Сейчас, походу, будет бой какой-то, скорее всего. Что это? О, боже. О, вот теперь мы, походу, попадаем в подвал. Хотя, хер его знает. А ну-ка. А, я управлять могу. Ох. Сатоши, ты в порядке? Я чувствую что-то странное неподалеку. Что-то липкое. Где это мы? Войти в следующую комнату? То есть, если мы войдем... То есть, это наша... Да, это финал, походу, я так понимаю. И что я хочу сказать. У нас, видите, четыре персонажа осталось. Но мы могли бы и пятерых, в принципе, спасти. Но, блин, надо было все-таки... Эй, здесь что-то есть. Мы могли бы и того спасти. Зря, мне кажется, не спас. И мне кажется... Ну, что там за концовка? Сильно будет отличаться, мне кажется. Даже не знаю. Что это? А, это тело ее или нет? Лежит вон слева. А, ну-ка. Это... Это тело той девочки? Похоже на то. Наверное, нам нужно закопать его. Отличная мысль. Может, что-то случайно схватил с собой лопату? Конечно. Мы не можем кремировать его. А, мы может... А, решим позже. Пока давайте просто заберем ее с собой. Хм... Интересно. Прочь, не смейте ко мне прикасаться. Твой подвал другой какой-то. Даже и не... Уааа. Даже не думайте? Вы думаете, что оказываете мне услугу? Думаете, я одиноко? Да что вы про меня знаете? Я никогда не смогу покинуть это место. Вы глупые черви, не понимаете этого. Но мы знаем. Мы слышали твою историю. Ты сама рассказала нам? Твое другое я. Я? Другая я? Та, что несет в себе часть моего сознания? Твоя печаль, твою боль, твою горечь. Думаю, никто из нас не испытывал этого. Я сама. Я сама потеряла того, кто был мне очень дорог. И теперь я могу понять тебя. Того чувака, да? Только вот стоит ли приносить в ответ новые жертвы, которые будут страдать так же, как и ты? Шиназаки. Я, простите, мне так жаль. Какой-то, ну тут финал, ну вообще какой-то не такой. Ну она не могла принять так спокойно. Вот такое вот. Она что сейчас скажет? Ты спустишь нас назад? Она сейчас, она должна прикольнуться, сказать, нет, я пошутила, ахахаха. Ну потому что не может. Да. Да, ну бред. Не отпустит она нас назад. Постойте-ка, куда это вы собрались? Я еще с вами не закончила. Вот, видите? Думаю ли, сумеете разделаться со мной, самонадеянные насекомые? Да, я говорил. Никуда я вас не отпущу. Вот. Я так и... Вот это вот цачка, а не то размазня какая-то, да? А я там описалась, обкакалась. Думаете, вы уже видели всю тьму, которая живет во мне? Сейчас вы увидите больше, да? Ха-ха-ха. Надо было сохраниться, блин, перед боем. Я... Я убью вас всех! Освежу как баранов. Большой братик, мне страшно. Юга, держись поближе ко мне. Вы слышите в сознании голос девочки? Простите, я не могу сдержать ее. Бегите скорее, мне с ней не справиться. Уходите к своей гибели, я должна убить вас скорее. Бегите в мучениях, вы все мертвы. Никуда вы не убежите, я ваша смерть. Я разорву вас на клочки. Выбор группы. Выберите персонажа, который будет драться. Вас должно быть минимум двое, чтобы сразиться с разгневанным призраком. Когда закончите выбор, ступайте к северному выходу, чтобы начать битву. Охренеть, тут еще и выбор дается, вы представляете? Чуть раньше дух девочки поделился с вами своей силой. Каждый член группы получил свои способности. Для детального описания этих способностей коснитесь стола в правом нижнем углу. Это очень необычно. Хотя бы тут нам дают сохраниться, это очень хорошо. Подождите, а какие способности? Вы хотите получить подробное описание своих персонажей? Подождите, не, ну это я знал. Способности какие? А, вот, целительница группы. Хотя она и способность использовать магию лечения, ее МП не очень высоки. А, МП это, подождите, это что, мана или что? Выполнять в группе роль жреца. Она может возвращать к жизни товарищей, чьи ХП опустились до нуля. Вот Аюми нам обязательно надо. Некоторые комбинации персонажей действуют лучше остальных. Хорошо подумайте, прежде чем пойти навстречу судьбе. Еще раз. Самый сильный боец в группе. Его скорость невысока, но он обладает... А, он не обладает магией. Так, самый сильный маг в группе. В связи с этим у нее большие МП, чем у кого-либо. Мне кажется, стоит взять Аюми и Наоми. Целительница группы. Ну, нам двоих только надо. А, подождите, хотя мы же, наверное, всех можем взять, нет? А ну-ка. Добавить. Так, тут всех можно... Подождите, а ну-ка. Да, то есть вот так вот. Тут всех можно... А, нет, ну да, пойдет вот так вот. Выбрать этот состав группы? Выбрать. Юку нафиг не будем трогать. Только как? Что делать вообще не представляю. Значит, она дала вам свою силу. Думаете, это поможет вам выставить против меня? А, и вот такой бой. Вот это круто, если честно. Вот это офигенно. В некоторых играх такая фигня используется. Такой бой. Но, видите, бежать и... Ну, блин, в этой... Как же она называется? Грейгарден. Серый сад. И еще где-то использовалась. Но, блин, честно говоря, никогда бы не представил бы, что в Корпус-хвате такое могло бы быть. Так, защита, предметы, магия. Магии у нас нету. Атака. Подождите, кем мы первым играем? Сатоши, да? А, Сатоши, да. Предметы. Предметы в... О, смотрите, кристаллы как будто бы излучают странный свет. Мы можем, смотрите, даже восстановить себе этот стальной ломик. Наверное, долбануть ей по голове. Ладно, атака. Пробуем. Ой, нет, нет. Подождите. Магия. Метальная волна, ментальный всплеск. Давайте попробуем всплеск. Так, и Айюмиши Назаки. А ей защиту можно поставить. 21, это плохо. На, 49. Получай. Так, бой. МП у нас нету. Жизни пока, в принципе, нормально. Атака. Магия. Магии у нас нету, но... А в предметах что у нас есть? Что вот раз это за кристаллы? Я не знаю. Ну ладно, попробуем ее выбрать. Ааа, защита, магия. Магия у нас тоже есть. Смотрите, приток защиты воскрешения. Исцеление. Приток защиты может быть здесь. Хотя давайте атакуем. Попробуем атаковать. Промах. Отлично. Получи. Я не знаю, сколько у нее жизни, но... Мы неплохо ее долбим. Вот что розета кристаллов дает. Отлично. Так, атака. Атака обычная. Магия. Ментальной волной. Попробуем. Защита. Мы можем... Ой, блин, я не то нажал. Ах, ладно. Промах. Мы промазали, вы представляете? Ну, замечательно. 33. 33. Зачем мы защиту нажали? Ёпперны. Она бьет кого-то определенного. Ладно. Так. Атака. Тут у нас... Даже не знаю, слушайте. Магии у нас нету. Предметы. Что у нас есть? Ментальный симулятор. Давайте, наверное, попробуем опять тридцать где-то кристаллов. Магия. Исцеление. Исцелим Наоми. О боже, что это она нам... О боже, что это она нам сделала? Вот это... О, отлично. Исцеление мы сделали, но теперь Сатоши надо восстановить. Так. Предметы. Симулятор. Атака. Магия. Атака. Вот обычная. Мне интересно, какая там будет выходить. Ладно, давайте обычную атаку проверим. И... Атака. Паутина зла. Что это? Ой, ёп твою мать. Что-то она нас жестко, очень жестко бьет. Ещё и мы промазали. Вообще замечательно. Так. Предметы. Что-то она помногу у нас хавает. И мне кажется, что стоит всё-таки тут... Почему ментальный симулятор не сработал? Так. Надо восстановить. Защита. Магия. Воскрешение. Сатоши. О боже. Отравлена. Отлично. Просто... Просто супер. МП восстановили. ХП... О. Сатоши. Блин, у Сатоши так мало жизней. Так. Бой. Я даже не знаю. В принципе, тут надо обязательно восстанавливаться. Тут никак. По-другому никак. Так. Атака. Давайте магией долбанём. А тут... Ну, надо восстанавливаться. Без этого никак. Магия. Исцеление. Блин. Просто жесть. Мне кажется, мы сейчас сдохнем. Офигеть. Всё. Я вообще в жопе сейчас окажусь. Всё. Просто. Всё. Тяжело. Очень тяжело. Она бьёт. Атакует первой. И она ещё и... Восстановила себе жизнь. И просто замечательно. Ну, магии у нас нету. Мы потратили этих. И придётся заново, походу, начинать. Блин. Я даже не знаю. Тут что не лечись, что... Что лечись. Что? Ментальный симулятор вообще жизни не восстанавливает? Что за бред? Обморок. Промах. Мы бьём ей, честно говоря, очень мало. Давайте магии попробуем. Ну, всё. Амбьётся. Она нас выпила. Тяжело с ней справиться. Это не такой бой, как я ожидал. Ну, попробуем ещё раз. Что произошло? Да. Такие дела. Да. 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 Вот. Еле убил. Это жесть. В принципе, что надо было делать? Сатоши постоянно бить, Наоми колдовать, а Юка лечить. Вот и всё. Вот что я делал. Ну, блин, тяжеловато. Бывали такие моменты, что я до трёх хп доходила. Еле-еле успевал. Просто спасало то, что она промахивалась иногда. Уа-а-а. Убили мы сачика. Плохую сачика. И осталась у нас такая сачика. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что меня убили, да? А теперь я полетела. Полетела в пропасть. Как бы мы должны были её закопать, но она куда-то исчезла. Вот в чём прикол. Проклятие, школа рушится. Надо бежать. Куда бежать? Отсюда нет выхода. Постойте, кажется, я что-то слышу. Что же ты слышишь? Что это? Надеюсь, я не на плохую концовку вышел. Внезапно раздаётся гулкий удар школьного колокола. Что? Вы слышите голос девочки-призрака? А, вы слышите. Быстрее, вам надо спешить. Они пустили в ход запретную магию. Хотят принести вас всех в жертву. Запретную? Звучит скверно. Эту школу удерживала только моя внутренняя сила. Сейчас она... Когда она убывает, призраки ищут новый источник, чтобы подпитать её. Простите, это всё моя вина. Но что нам делать? Это место вот-вот рассыпется. Куда бежать? Бегите в класс 2-9. Там край между вашим миром тоньше всего. Когда колокол засвенит десятый раз, их ритуал будет завершён. Кстати, это было вот в той Корпспати. Если услышите девятый удар, бегите, как будто бы вам на пятки наступает смерть. Да тут и так на пятки наступает смерть. Здесь, в этой комнате, есть стена, которую можно сломать. Где? Ааа... Что? А, я... Ааа... Так, 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 я... То есть, я уже могу... Да что? Что так? Что так? Колокол. Колокол зазвенел. Колокол звонит во второй раз. А где? А какая? Так, короче, может сваливаем отсюда просто? Может просто свалим? Ааа, да, круто. А я даже не знаю. Твою мать. Так, какой колокол? В третий раз уже звонит. Где эта стена? Мать его. Блин, она была сохраниться. Я даже не сохранился. Вы представляете? Это же просто пиздец. Во! Сломать стену! Эй, ребята, я нашел это здесь. Гоу, 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 гоу. Куда бежать? Куда бежать? Куда мать его? Ладно, сейчас на всякий случай сохраню. Блин, я убил. Вы что, будете под каждый раз мне останавливать игру? Когда колокол будет звенеть. В четвертый раз. Замечательно. Просто идеально. Я не успею. Я даже не знаю, где я нахожусь. Глянь, он сразу звенит. Сразу. Я даже ничего не успел сделать. В пятый раз. Вот где он? Да, это мне придется бежать просто через, я не знаю, через сушкову. Я не успею. Хотя, может быть, тут зациклено и все нормально. Я успею. Давай, 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 чувак, чувак. Бежи, бежи, родимые. Ну, тут колокол не звенит, это уже хорошо. Видите, везде красное. Блин, в шестой раз. В шестой раз. Я даже не помню, куда точно бежать в шестой раз. Блин, зачем останавливать игру, чтобы мне сказать... Да я... Да как он так быстро-то? В седьмой. Да я даже не успел пробежать толком. И он уже в седьмой раз зазвонил. Это не кажется вам как-то странным? Даже глупым, мне кажется. Блин, куда бежать? Сюда вроде. Седьмой там... Да я пипец просто. Ой, я даже не помню, куда бежать, если честно. Два... Нет, 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 я все вспомнил. Сюда? Что за... Ой, тут все переделали в восьмой раз. И два раза у меня, и все. Не знаю. Мне кажется... Да лядь, я даже не пробежал. Я даже не успел пробежать. Что за бред? Да, все, пиздец. Или это скрипты? А, так... А, блин. Вот. Блять, я испугался. Ну, 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 нет, нет, нет. Чуть-чуть осталось, чуть-чуть осталось. Вот он класс, вот он класс. А-а-а! Нет! Вот он класс! Нет, 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 нет. Сука. Это класс 2.9? Нет, 28 в жоп. Какой яркий свет. Да забегайте уже быстрее, нам нужно войти туда. А это не опасно? Да нет, оставаться тут опасней. Вы снова слышите голос девочки. Девочка говорит, а, блять, забегайте уже сколько можно. Вы успели вовремя, слава богу, теперь вступите в свет, но не поворачивайте назад. Хорошо, запомните мой совет, ни в коем случае не оборачивайтесь, что бы ни случилось. Если вы обернетесь, свет сожжет ваши тела. Что бы ни произошло, не глядите назад. А, и просто вперед надо бежать. Не гляди назад. Вы снова слышите голос девочки. Стойте, не туда, вы идете по дороге к смерти. А-а-а. Не идите дальше, вернитесь. Нет, не сюда, не дайте себя обмануть. Нет, мы идем вперед. Мы идем вперед. Не оборачиваемся. Я иду вперед. Нет. Я иду вперед. Нет, я знаю. Ни хера, не обманешь. Не обманешь. Нет, я не сверну. Нет, 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 нет. Что? Я что, что-то не так сделал? Я же не сворачивал. О, боже. Я уже на нервах весь. Да, все. Мы выбрались. Выбрались? Да ладно. Итак, мы наконец-то вернулись домой. А, выбрались. Просто музыка такая плохая. Но без одного персонажа. Но жертва, которую пришлось заплатить за это, была слишком высока. Беспечный, легкомысленный Йошики. Он не вернулся назад. Как такое могло случиться? Все только об этом и думали. Но никто не смел заговорить. Шиназаки обычно жестоко к нему сидела за партой и плакала. Она не могла поверить, что парень, который еще вчера веселился со всеми, был уже мертв. Но слезы не могли вернуть Йошики. Они просто текли по ее лицу бесконечным потоком. Корпс Патти оригинальная версия. Самая первая. С чего все и началось. Все, в принципе, мы прошли игру. Я не знаю, концовка это настоящая или не настоящая. Но что хочу сказать. Игра по-своему тоже классная. Очень интересная. Но надо посмотреть еще другие концовки. Но другие концовки, если честно, мы откроем, наверное, в следующем видео. Потому что, ну, этот витосик такой длинноватый, мне кажется, получился. Но, хотя, хрен его знает. Смотрим по ходу роли. Смотрим игру. Вот представьте, да, вроде бы обычная маленькая игра. А из нее что вытворили? Просто взяли, кучу всего понадобавляли. Сюжет раскрыли полностью о всех персонажах. И мне кажется, что все персонажи и события этой игры вымышлены от начала до конца. Любую сходу, ну да. Так вот, что я хочу сказать. Вот, видите, одного мы потеряли. Ну, надо со всеми пройти. Конец, 96-й год. Но вообще, игра была создана в 92-м. Это уже там ребулты, перетелания, куча всякого добавления там и всякое такое. Вообще, она пиксельная, как бы там. На следующий день была изначально. А Юми зашла в ванную, чтобы уметь лицо. Сейчас нам скажется, что проклятие не завершено и что что-то произойдет дальше. 100%. Но когда она заглянула в зеркало, все внутри нее обмерло. Над шеей темнел огромный синяк. Во, синяк в форме человеческой руки. Как и в Book of Shadow. А Юми намылила полотенце, попыталась утереть его, но синяк только темнел и увеличивался в размерах. То есть, она уже проклята. Она не... Даже то, что они вышли, это не дало. Пока не стал из синя черным и обвелся вокруг ее шеи, как будто бы пытаясь задушить. Блин, я же вспоминаю Book of Shadow, у меня прям аж ностальгия такая жесткая. Крича от ужаса, А Юми терла его еще сильнее, сдирала кожу, пока не потекла кровь. Насколько она не скребла кожи, слой за слоем синяк по-прежнему был там. Полотенце пропиталось кровью и мылом, став по цвету, как шея, опухшая и окровавленная. Жар, идущий от шеи, был невносим. Но А Юми не сдавалась, она скребла до тех пор, пока все полотенце не стало красным. Пока на нем не осталось ни одного белого пятнышка. Пока она не потеряла сознание. Последней ее мыслью было, чей-то голос зовет меня. Концовка Б2. Не знаю, сколько тут концовок, но мы посмотрим еще другие концовки. Так что с вами был Bloodlinas, следующее видео будет про все абсолютно, мне кажется, концовки. Я попытаюсь их открыть, раскрыть и тому подобное. Хорошего настроения, ставьте лайк, если вам понравилось, Крупспати, как я ее для вас прошел, и ждите следующий видосик. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!